Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня во вторник Святая Церковь совершает воспоминания первого и второго обретения честной главы пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, предлагая за богослужением евангельское чтение от Матфея, глава 11, стихи со 2 по 15, а также читается Евангелие дня от Луки, глава 22, стихи с 39 по 42 и 45 стиха по 1 стих 23 главы. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. И поклонь колено моляшися глаголя, Отче, ащи воляши, мимо нести чашусью от мене, Абачи не моя воля, но твоя да будет. И пришед к ученикам обретих спящих от печали, И речей им, что спите, Восставши молитесь, да не внидите в напасть. Ищежи ему глаголющуся народ, И нарицаемый Иуда един от обоюна десяти, Идяша пред ними, И приступи-ка Иисусове целовать Его, Сиеба без знамени дал им, Его же ащи ловжу то есть, Иисус же речей ему, Иуда лапзанем ли сына человеческого предаеши, Видевши же и же беху о нем бываемое, Реши ему Господи, ащи ударим ножем, И ударь един некий от них архиерея вороба, И урезы ему уходесное, Отвечав же Иисус рече, Оставите до сего, И коснувся уха Его и сели Его, Рече же Иисус ко пришедшим, Нань архиереем и воеводам, Церконом и старцем, Як он разбойник, Лизидоси с оружием и дрекольми, Ятимя, Повся дни сущими с вами в церкви, Не простроьте руки намя, Но сесть ваша година и область темная, Емши же Его ведоши, Введоши Его во двор архиереев, Петр же во след идяша издалеча, Возгнешим же огонь посреди двора, И вкупе сидящим им, Сидяша Петр посреди их, Узревши же Его рабыни некая, Сидящая при свете, И возревши на ней рече, И сей с ним бе, Он же отвержа сего глаголя, Жена не зная Его, И помали другие видя фигу рече, И ты от них еси, Петр же рече человечье несем, И мимошедшую яко часу единому, И нын некий крепляшесе глаголя, Воистину и сей с ним бе, Ибо галиленин есть, Рече же Петр человече не вем, Ежи глаголеши, И абе ища глаголюще ему возгласи петел, И ображся Господь возрев на Петра, И помяну Петр слово Господне, Яко же рече ему, Яко прежде даже петел не возгласит, Отвержа с меня трикраты, И шет вон плакося горько, И мужа держащий Иисуса ругаху сей ему бьюще, И закрывше его бияху его по лицу, И вопрошаху его глаголюще, Прорцы, кто и сюдорейтя, И и намного хулище глаголу хунань, И якобысь день собрашися старцы люсти, И архиереи книжницы, И ведоши его на сон свой глаголюще, Ащи ты исти Христос арцином, Рече же им, Ащи вам реку не иметь веры, Ащи же и вопрошу вы, Не отвечайте ми и не отпустите, Отсели будет сын человеческий, Сидя десну и силы Божия, Реши же си, Ты ли убои си сын Божий, Он же к ним речевый, Глаголите, яка аз есмь, А не жереша, Что еще требуем свидетельства, Сами бослышахам от уст его, И восставше все множество их, Ведоши его к Пилату. Прочитаем этот текст в русском синодальном переводе. И выйдя, пошел по обыкновению на гору Илеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, Сказал им, Молитесь, Чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них На вержение камня, И, преклонив колени, Молился, говоря, Отче, О, если бы ты благоволил Пронести чашу сию Мимо меня, Впрочем, Не моя воля, Но твоя, Да будет. Встав от молитвы, Он пришел к ученикам И нашел их спящими от печали, И сказал им, Что вы спите? Встаньте и молитесь, Чтобы не впасть в искушение. Когда он еще говорил это, Появился народ, А впереди его шел один из двенадцати, Называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, Чтобы поцеловать его, Ибо он такой им дал знак, Кого я поцелую, Тот и есть. И Иисус же сказал ему, Иуда, Целованием ли предаешь Сына Человеческого? Бывшие же с ним, Видя, к чему идет дело, Сказали ему, Господи, Не ударит ли нам мечом? И один из них ударил Раба первосвященникова И отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал, Оставьте, Довольно. И, коснувшись уха его, Исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма, И старейшинам, Собравшимся против него, Сказал Иисус, Как будто на разбойника Вышли вы с мечами и кольями, Чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, И вы не поднимали на меня рук, Но теперь ваше время и власть тьмы. Взяв его, Повели и привели к дому первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора И сели вместе, Сел и Петр между ними. Одна служанка, Увидев его сидящего у огня, И всмотревшись в него, Сказала, И этот был с ним. Но он отрекся от него, Сказав женщине, Я не знаю его. Вскоре потом другой, Увидев его, сказал, И ты из них. Но Петр сказал этому человеку, Нет. Прошло с час времени, Еще некто настоятельно говорил, Точно, этот был с ним, Ибо он галилеянин. Но Петр сказал тому человеку, Не знаю, что ты говоришь. И тот час, Когда еще говорил он, Запел петух. Тогда Господь, Обратившись, Взглянул на Петра. И Петр вспомнил Слово Господа, Как он сказал ему, Прежде нежели пропоет петух, Отречешься от меня трижды. И, выйдя вон, Горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, Ругались над ним И били его, И, закрыв его, Ударяли его по лицу, И спрашивали его, Про реки кто ударил тебя? И много иных улений Произносили против него. И как настал день, Собрались старейшины народа, Первосвященники и книжники, И ввели его в свой синодрион, И сказали, Ты, Христос, Скажи нам. Он сказал им, Если скажу вам, Вы не поверите. Если же и спрошу вас, Не будете отвечать мне, И не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий Воссядет одесную силы Божьей. И сказали все, Итак, Ты Сын Божий? Он отвечал им, Вы говорите, Что я. Они же сказали, Какое еще нужно нам свидетельство, Ибо мы сами слышали Из уст его. И поднялось все множество их, И повели его к Пилату. После завершения трапезы Христос учениками уходит На Илеонскую гору. У подножья этой горы Находился Гефсиманский сад С плодоносящими масличными деревьями, Почему гора Также называлась Масличной. В пасхальную ночь Передвижение разрешалось, Но нельзя было покидать пределов Так называемого Большого Иерусалима, Илеонская гора Входила в эти пределы. Придя же на место, Сказал им, Молитесь, Чтобы не впасть в искушение. Эти слова Господа Имеют следующий смысл. Ученики должны молиться Не о том, Чтобы избежать испытания, Но о том, Чтобы выстоять. Они должны просить Бога Дать им силы Пережить этот час, Выдержать испытания, Ставя при этом На первое место Не собственную волю, Но волю Божью. Сам же Спаситель Молился так. Отче, О, если бы ты благоволил Пронести чашу сию Мимо меня, Впрочем, Не моя воля, Но твоя-то будет. Блаженный Феофилакт Поясняет, Как человек он желает Пожить и молиться О мимонесении чаши, Ибо человек, Жизнелюбив, И так желание, Чтоб чаша пронесена была Мимо, Принадлежит человеческому Естеству. А вскоре затем Сказанные слова Не моя воля, Но твоя-то будет, Показывают, Что и мы должны Подчиняться воле Божьей И не уклоняться, Хотя бы наша природа Влекла в противоположную сторону. Единый Христос, Имея две природы, Имел без сомнения И волю, Или желание Каждого естества, Божественного и человеческого. И так, Человеческое естество Сначала желало жить, Ибо оно ему свойственно, А потом, Следуя божественной воле, Чтобы все люди спаслись, Общей воле Отца и Сына, И Святого Духа, Решилось на страдание. И таким образом, Одно стало желание, Спасительная смерть. Строки сегодняшнего Евангельского чтения, Дорогие братья и сестры, Учат нас тому, Что жизнь христианина Немыслима без молитвы. Молитва наша должна быть Постоянной и неотступной. В ней мы спрашиваем Волю Божию, Отвергая себе то, Что противится этой воле. Самое высшее духовное благо Есть Царство Божие. Его-то и должно просить У Бога прежде всего. И это будет сообразно С потребностью нашей души И с волей Божьей. Помогай нам в этом, Господь. Благослови, Душа моя, Господа, Благослови, Господи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...